Еще один вопрос, разъяснение по которому на днях получили депутаты городской думы, это предстоящее строительство газовой котельной в южной части города. Почему это необходимо с точки зрения поставщика энергоресурсов компании Регион Газинвест? И к чему готовится жителям поселка? Эти и другие вопросы народные избранники задали генеральному директору компании Регион Газинвест Александре Коротковой. И в первую очередь депутатов интересовало, как именно строительство и запуск новой котельной отразится на жителях домов, которые получают от нее тепло. Что будет с платежами? Мы очень много об этом говорили, но каждый раз от руководителя компании Регион Газинвест мы слышали только одно, что увеличения не будет. Оно, если может быть, то только в рамках утвержденных нормативов. А это, как я насколько понимаю, не более 7% ежегодно. Еще один немаловажный вопрос, также заданный депутатами – экологическая безопасность нового объекта. Ведь строить его будут практически в самом центре жилого массива. Как пояснила генеральный директор компании Регион Газинвест Александра Короткова, волноваться по этому поводу причин нет. Мы получили все заверения, что все необходимые нормативы, которые на сегодняшний день есть, будут соблюдены. И они уже соблюдены, потому что проект на сегодняшний день пришел все экспертизы. И уже в 2019 году планируется летом эту котельную построить. И дай бог, к новому сезону ее запустят в эксплуатацию. Стоит отметить, что новая котельная, общая мощность которой составит 36 мегаватт, станет самой мощной из построенных в городе Регион Газом. Еще бы, ведь в сети теплоснабжения она должна заменить старую котельную мотозавода, отапливающую большую часть поселка. При этом данный проект – это далеко не вся работа, намеченная компанией на ближайшие пять лет. Сегодня мы готовим в том числе и большую программу по реконструкции сетей наших тепловых. Тепловых, да, если дальше идти. То есть будем в этом году проектировать, частично уже, я надеюсь, в этом году начнем регонструировать. То есть в любом случае задача, конечно, привести сети в порядок. А это, к слову, не только решение задачи по снижению регион газом собственных убытков, но и большой шаг в развитии города. Ведь модернизация, проводимая в том числе и при согласовании с городскими властями, позволит муниципалитету, например, провести благоустройство пешеходной зоны на улице Свердлова или существенно продвинуться в вопросе строительства объездной дороги.